Здравствуйте, уважаемые зрители канала Деревенская Жизнь на Хуторе, Дневник Казачки. Сегодня делаю обзор посылки, которая пришла мне с сайта Grand Stock. Посылка на самом деле очень интересная. Как показала практика получения таких посылок и обзоров на них, а потом дальнейшее использование всякого постельного белья, полученного из города Иваново, постельное белье очень хорошее. Швы все прошиты, держатся хорошо, не линяет, не садится, если следовать инструкциям, которые приложены к этому белью. В этот раз на сайте Grand Stock, там, конечно, кроме постельного белья, там есть шикарные покрывалы, там есть женская, мужская и детская одежда. Кроме всего прочего, там еще есть ювелирные украшения и вот такие валенки. Посмотрите. Такие валенки требуют отдельного разговора. Я заказала их для мужа, в первую очередь мы испытали именно их. Я достала их из пакетика, валенки 43-го размера. Естественно, берем мы их на два размера побольше для того, чтобы под такие валенки можно было одеть совершенно свободно. Шерстяные носки, может быть, даже не одни. Валенки там есть разные. Я заказала с прорезиненным низом, потому что у нас в Волгоградской области очень часто бывают оттепели. Естественно, при оттепелях тает снег. И чтобы валенки не промокали, у них вот такой прорезиненный низ. Шикарная совершенно вещь. Наши предки знали, что носить. И я думаю, что нам, живущим в деревне, такая вещь просто необходима. Стоят они меньше тысячи рублей. Еще одна очень интересная вещица. Я заказала ее своей дочери и захотела показать вам. Смотрите. Вот такие серебряные серьги. Серебряные с позолотой. Стоят они 600 с чем-то рублей. Вот в такой упаковочке. Сейчас я вам покажу поближе. Это сережки-просяжки. Есть там на самом деле разные и не только сережки. Там множество ювелирных изделий. Вы можете зайти и посмотреть сами, убедиться. Все ссылки на этот сайт я вам оставлю в описании. То есть они продеваются в ушко. Как раз вот здесь, там где дырочка, остаются вот эти квадратики. А вот эта цепочка, которая сейчас сверху, она висит вниз. Это такие симпатичные молодежные сережки. У нас были точно такие же, только золотые. Также мне понравилось, что на Грандсток есть огромный выбор скатертей. Причем скатерти разные. Из рогожки очень много вариантов. Я выбрала рогожку и в то же время я выбрала вот такую скатерть. Смотрите, с салфетками. Абрикосового, либо персикового цвета. Полтора на полтора. В общем, она здесь с содержанием синтетики. Но вы знаете, это возможно даже и хорошо. Потому что она будет хорошо стираться. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Скатерть тонкая. Швы заделаны. Вот такая на стол. С салфеточками. 100% полиэстер произведено в городе Иваново. Здесь есть бирка, которая об этом свидетельствует. Вот такая симпатичная скатерть. Цвет, мне кажется, очень праздничный. Также скатерть рогожка серого цвета. Если я не ошибаюсь, это рогожка. Сейчас, да, это точно рогожка. Смотрите, вот на таком крючочке. Здорово смотрится. Посмотрите, какой здесь богатейший выбор скатертей. Вообще, конечно, даже тяжело выбрать. Конечно, она плотнее, чем та, чтобы она красиво смотрелась. Вот здесь две такие картонки. Мне кажется, очень хорошо смотрится. Смотрите, здесь такой мелкий рисунок. Вот так. С обратной стороны вот так заделаны швы, углы. Не толстая она, тоже симпатичная. Мне кажется, она очень красиво будет смотреться на столе. Дальше идут простыни на резинке. Мне они очень понравились, но я брала бязь. В этот раз я выбрала трикотаж. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Простыни на резинке очень удобны и тем, что они не скатываются с матрасом. То есть те матрасы, которые у нас на кроватях такие толстые. Вот смотрите, вот такая резиночка. Она с узкой стороны кровати его охватывает и никуда не девается. Так, а материал на ней, знаете, на что похож? Ну, футболочный материал. Вот футболки, как есть у нас, бывают. Вот очень похож по качеству именно на такой материалчик, тоненький. Вот еще одна простынь на резинке. Опять производство Иванова, состав 100% хлопок. Все это здесь написано. Называется душечка. Кстати говоря, я не сказала вам, сколько стоит скатерти. Скатерти стоят обе. Каждая меньше 400 рублей. Такая серая простынка за 900 рублей. Ну, тоже так похож материал. Очень похож. Смотрите. То же самое. То есть она будет хорошо простирываться. Хорошо упакована и на подарок, и на все. Достаем картонку. Раскрываем простынь и стелем ее на кровать. Вот такая маечка. Ой, приятная. И хорошо сделана. Да, сделана хорошо. Вот такая серенькая. Ни броская, ни маркая. И меня заинтересовала там мужская футболка. Называется Джеймсер Толстовка. 52-го размера этому мужу. Она кипельно-белая. Смотрим. С рукавами. Вот такая. Слушайте, вообще совершенно шикарная. Тоненькая. Очень приятная. К телу. Тоже такой же трикотаж. Опять Ивановская область. Это не Китай. Вот такая совершенно шикарная кофта, вам не кажется? Толстовочка просто загляденье. Ну и напоследок. Вот такой постельный набор. Вы знаете, вес у него, конечно, вообще. Когда имеешь дело с шуйской бязью, она очень тяжелая. На самом деле очень. Потому что она плотная. Когда будете заказывать комплекты из бязи, выбирайте, если хотите, сильно плотную бязь. Такую вот, как раньше. Может помните, был, который вообще вот так колом стоит. Это именно бязь ГОСТ. Есть еще бязь Люкс. У нее немножко плотность поменьше. Бязь ГОСТ, по-моему, 140 грамм на квадратный метр. А бязь Люкс, по-моему, 125 грамм на квадратный метр. И разница очень сильно чувствуется, когда вот эти комплекты постираешь. Но в то же время бязь Люкс прекрасно себя ведет. Она как бы потоньше. Она не садится, не линяет. Я уже стирала все эти комплекты. Мне очень понравилось. Ведет все на самом деле. Очень хорошо инфрастируется. И вода после нее не цветная. Ну, в общем, там все нормально. И в этот раз я заказала вот такой опять бязь ГОСТ. Кстати, на этом сайте ГРАНДСТОК, когда ты заказываешь товар, ты можешь посмотреть. Там прям в справке. По составу материала. То есть, если ты, допустим, заказываешь поплин, то ты можешь посмотреть, что такое материал поплин. Тебя перекинут на другую страницу. И ты получишь полную информацию по тому, какой состав материала ты заказываешь в своей вещи. Я не видела ни на одном сайте таких вот справочных пюро. Мне это очень, конечно, понравилось. И кроме того, я еще раз говорю, там на самом деле выбор огромнейший. Посмотрите, какие там покрываловы вообще закачаются. Честно говоря, когда я оформляла эту посылку, я покрывала там, не видела. Если бы я там их увидела, когда заказывала, но я боюсь, что мне тяжело было бы сделать выбор. Постельный комплект называется «Ромашки». Ну, тяжеленный, слушайте, вообще. Правда, тяжелый очень. То есть, весит, это, судя по всему, пододеяльник. Ну, отстрочка, как всегда. Нет, это простынь с пододеяльником. Я думаю, что ж такое тяжелое. Я когда стирала вот эти комплекты, шуйские, ивановского производства, вот, и я выворачивала пододеяльники и обратила внимание, как они прострочены изнутри. И я сейчас хочу вывернуть и посмотреть, как просрочен вот этот комплект. Осталось найти отверстие, через которое сюда залезает одеяло. Оно, по-моему, должно быть сбоку. Нет, здесь они вот снизу или сверху, как хотите назовите. Сейчас мы посмотрим. Нет, этот пододеяльник прострочен по-другому, потому что здесь кромочный идет, в смысле, край. Здесь край. Я не помню, здесь вообще швы есть. Нет, ну тут есть швы, но они все вот в край. В общем, смотрите, вот, пожалуйста. Вот такие ромашки. Вот такой поддеяльник. Здоровый, просто огромный. Мне кажется, на постели будет смотреться красиво. Я прям даже не знаю, что мне на заставку поставить предпочтительнее. Либо валенки, либо вот такие ромашки. Сейчас посмотрим на овочки. Здесь их должно быть две штуки. Да, есть, есть, не понял. Ничего не поняла. Подождите. А из чего же состоит этот комплект? Вот эти две наволочки. Смотрите, какие классные. Это что? Я же пододеяльник вам только что показывала. Еще что ли один? Еще один. О, еще один. Подождите, это дело надо изучить поднимательно. Это прям сюрприз какой-то. Я теперь поняла. Оказывается, это семейный комплект, поэтому он стоит за 2000. И здесь два пододеяльника, две наволочки 70 на 70 и одна простынь. То есть супруги могут спать каждый под своим одеялом. Мне кажется, вполне такие вещи можно дарить и на Новый год. Вот.